размышляя о будущем мы хочешь не хочешь но упираемся в такое мнение что будущее население планеты сможет управлять погодой честно говоря для меня это большая загадка почему люди с таким упорством хотят управлять погодой когда как говорится не по сану шапка если мы считаем что наша земля как единый целый организм является достаточно живой и достаточно мощный чтобы функционировать в своем самостоятельном режиме то мы на уровне нашей земли может представить себя некими такими бложками которые сидят за ушами у этой кошки планеты и начинают ей там что-то нашептывать в ее уши свое время в 2001 году я написал такую сказку про кошку которой руководили блохи и что она с ними сделала она в итоге пораженная этими блохами она уже не знаю как от них спастись она просто прыгнула в воду и все эти блохи потопали после этого после своей сказки я много раз слышал такой сюжет уже пересказанный и другими какими-то авторами но смысл остается все равно тот самый что если мы видим на себе какое-то проявление неудобные для нас погоды как вот сейчас произошло в европе как происходит той же америки в юго-восточной азии в той же северной африке в арабских странах вот раньше я помню я был маленьким когда или в юном своем возрасте я таких вещей не то что не видел не слышал но как бы их и не было и люди постарше меня они могут подтвердить что раньше погода была более стабильной на всех регионах земли сегодня земля бунтует именно бунтует почему потому что мы ее как блохи зажрали то своими заводами то своими фекалиями то своими еще какими-то отходами и бурлениями и постоянными бурениями земли вовнутрь постоянными сбросами каких-то летающих тарелок на нее и различными другими проявлениями уже земля уморилась от нашего крутасов и тут мы еще хотим управлять ее погодой а погода это функция самой земли конечно мы как физики можем говорить что у нас вот ветер дует потому что в соседнем лесу деревья шевелят листочками и вот чем сильнее листочками они шевелят тем сильнее у нас здесь циклоны и антициклоны это примерно сегодняшний подход наших товарищей которые про погоду нам вещают что такое циклон и антициклон когда они нам говорят с телекамер это как раз и есть вот те самые листочки ведь к погоде надо подходить с той стороны чтобы объяснить откуда формируется циклон и откуда формируется антициклон не то что он там пришел опять откуда-то из какого-то другого места и принес к нам хорошую или плохую погоду а то что этот антициклон или циклон он сформировался здесь по такой-то по такой-то причине и тогда мы будем понимать вот например как сегодняшние регуляторы погоды как они подходят к этой же проблеме они берут самолет распыляют какую-то гадость над городом и они говорят что в результате распыления этой гадости над нами образовался антициклон и небо стало ясно и они уже не говорят что какой-то антициклон пришел откуда-то они четко говорят что не антициклон пришел на этот город и небо стало ясным а прилетел самолет сделал здесь антициклон и небо стало ясно поэтому с этой точки зрения мы конечно можем говорить о том что мы управляем погодой то есть мы взяли самолет накачали нашу местную атмосферу какой-то гадостью и она стала ясной на какое-то время ну а в другом месте где-то там в аравии где-нибудь пролилась каким-то дождем нам-то от этого ни тепло ни жарко им все положительно здесь дождик забрали там пролили вроде как выровняли разницу потенциалов но это тоже плохо потому что те кто занимается физикой все прекрасно знают что наш мир существует только потому что есть разница потенциалов любых умный глупый электрических потенциалов гравитационных потенциалов водяных по высоте еще других потенциалов любых потенциалов из которых мы можем получить мы я имею ввиду как вся система совокупная можем получить определенный вид энергии и пока потенциалы равняются между собой сравнивается вот это течение которое их сравнивает она дает нам с вами жизнь во всех ее украшениях а если мы искусственно сравним все эти потенциалы то есть сделаем в аравии такую же температуру как у нас у нас такую же как в аравии и в результате все это будет одной одним миссиум то получится что не будет потенциальных токов и наша жизнь превратится в смертельную фазу состояния может быть мы не сразу заметим потому что вот представьте море выбрасывает на берег тушу кита естественно маленькие-маленькие вошки они по этой туши ползают долго смотрят как она уже умерла они это знают но они ей все еще питаются и они еще не умирают также и люди когда наша планета вдруг вот такими сравнениями будет умерщвена но еще долго относительно конечно долго долго для нашей продолжительности жизни будем питаться остатками нашей погоды нашей земли сожалея над тем что мы сотворили поэтому я считаю все разработки погодные они несут нам зло потому что конечно сейчас я слышу как восклицают противники моей позиции они говорят мол ну а как же вот если собрались на дне города люди тысячи людей им захотелось праздник и тут пролился дождь почему бы не разогнать этот дождь так вот дело в том что беда начинается всегда с первого шага сначала запретили выход на какие-то площади потом в результате всех по тюрьмам рассосовали и дальше пошла просто не демократия уже а ирония то что творится например в нашей стране и по всему миру сейчас вот в наши эти годы от чего это произошло потому что первые шаги первые шаги запрета выхода куда-то и проявление своего голоса подачу своего голоса вот сначала ущемили и это также и здесь по отношению к нашей земле если мы в одном месте немножечко наступим на горло нашей планеты во втором месте мы наступим на горло нашей планете в третьем в результате через какое-то время мы настолько привыкнем топтаться на ее горле что мы будем просто не давать ей вздохнуть и в результате у нашей планеты возникнет дилемма либо помереть под нашими коленами как тут выдающийся товарищ из америки который совершенно не товарищ либо помереть нам под ее уже проявлением как сверх существа которое взбесится какой-нибудь очередной погодные аномалии или целым даже катаклизмом поэтому я считаю что изменение погоды влияние на погоду нужно резко ограничивать примерно так же как проявление свойства человека направленного на убийство себе подобного то есть мы все знаем что человек способен убить себе подобного да но мы же не разрешаем это по крайней мере кроме правоохранительных органов простым нормальным людям, мы этого никому не разрешаем делать. Также нужно действовать и с погодой. Мы знаем, что человек может фрагментарно влиять на погоду. Но давайте сделаем так, что нельзя эти вещи делать. Почему? Потому что тогда человек или множество людей, которые научатся это делать в больших массовых масштабах, могут уничтожить нашу среду обитания вместе с планетой. Мы этого не хотим и проще нам запретить все эти попытки и сегодня, в настоящем и в будущем. И поэтому я думаю, что если мы в будущем как-то окажемся, то мы окажемся только после того, как запретим всевозможные опыты над нашей погодой.